Загадка виртуальной реальности. Над какими проектами работают казахстанские разработчики. Все подробности о 3D-конструкторе патологий и моделировании аварий на производстве в программе «Цифровой Казахстан». Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне сделать, и я пойму. Это мудрое изречение Конфуция стало основой в деятельности лабораторий виртуальной реальности казахстанских разработчиков. Они руководствуются им при создании всех своих проектов. Теория, визуализация и воплощение. Эта концептуальная цепочка нерушима. Такой подход, по мнению руководителя лаборатории Владимира Баринова, и стал успешным для их команды. Основа нашей деятельности – это продвижение именно идей, которые касаются компьютерной графики и виртуальной реальности, и применения этих технологий в образовательном процессе. То есть в основном все резиденты лаборатории создают какие-то учебные курсы или платформы, которые как-то направлены на процесс образования. Есть компании, которые делают продукты в сфере школьного образования. Есть программы и платформы, которые работают на уровне промышленности. Сейчас вот мы уже прям внутрь, скажем, агрегата будем заглядывать и смотреть, что нужно сделать. Снимаем крышки, и все, и вперед. Это образовательная инженерная платформа, которая помогает обучать персонал на промышленных предприятиях, где работу всегда сопровождает высокая доля риска. Виртуальная среда помогает избежать несчастных случаев. С помощью платформы сотрудники могут воспроизводить разные сценарии, в том числе моделировать аварийные ситуации и тренироваться. Мы создаем курсы в 3D, которые помогают компаниям сэкономить на издержках в плане ремонта оборудования, больших агрегатов тяжелых, и помогают уменьшить травмоопасность, скажем так. То есть там инструкции по безопасности, все это в виртуальной реальности, либо в 3D на мониторе. И когда приходит определенный работник, он садится за компьютер или одевает очки виртуальной реальности, начинает проходить это обучение. И, соответственно, потом, когда он идет работать уже на место, как бы у него меньше вероятность получить какие-то травмы, либо совершить какую-то большую ошибку, которая может встать в копеечку компании. Еще один проект – платформа для медицинских университетов и колледжей. Разработчики предлагают обучать студентов на виртуальных больных. В данном программном обеспечении к нам приходит какой-то пациент. Он что-то рассказывает о себе. Мы можем собирать его жалобы, можем собирать анамнез заболевания и заполнять его историю болезни. Над этой программой в лаборатории трудились 4 года. В итоге пациента в ней можно от первичного приема довести до полного выздоровления. Этот продукт представляет из себя виртуальных пациентов. То есть доктор приходит в виртуальные реальности в клинику виртуальную, и там производит прием виртуального пациента. То есть фактически таким образом мы убираем риски от живых людей. То есть все ошибки, которые может врач совершить, или в данном случае студент, абитуриент, они совершают в виртуальном пространстве, чтобы не совершить их в реальности. Аналогичный проект – 3D-конструктор патологических состояний. В здоровом органе человека взращивают патологию, чтобы тщательно исследовать все этапы ее развития. Так будущие врачи смогут быстрее диагностировать состояние здоровья пациента. Все представленные проекты действующие. Пользуются спросом в разных странах, отмечают лаборатории. Но так было не всегда. При запуске главной проблемой был поиск сотрудников. Мы стали действительно работать по обучению этих новых специалистов, по работе со студентами. Если вот сейчас мы пройдем вниз, здесь вы увидите, что есть школьники даже. Здесь 10 класса, 16 лет, которые уже сюда приходят, которые начинают обучаться. Идеальная ситуация, когда эти люди потом, получая практические навыки, практический опыт в реальных проектах, они потом начинают придумывать свои какие-то проекты, создавать свои компании. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. Оно же ускоряет ее темп и позволяет нам развиваться быстрее. Обо всех подробностях вы узнаете в программе «Цифровой Казахстан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова